У нас пятый день. Такого необычного формата, который придумал Виктор Николаевич Саврай, президент Торгово-промышленной палаты. Сегодня день заключительный, но вот эта тема, я бы сказал, скакает на подножку уходящего паровоза этих событий. Зачем мы собирали эти пять дней? У нас возникла идея, попытка поместить в публичное пространство обсуждение тем, городских тем, которые проверяют или могут определить развитие нашего города. Мы обсуждали, что такое новая реальность города. Что бы о нас ни писали, моногород, умнительный тут, Детройт, загибающийся. Нет, народ определил, что город это то, как его представляет и делает бизнес. Осталось понять, что такое городской бизнес в Тольятти, как он себя задает. Вторая тема, не менее сложная. Те инструменты, которые он представляет, Москва, власть, представители которых здесь находятся. Я вас рад приветствовать, что вы это можете донести. О том, что ТОР, дающий преимущество начинающему бизнесу, развивающему бизнесу, к сожалению, недостаточно полно оповещается в нашем населении потенциальных резидентов. Чем нужно тоже заниматься. Тоже проблемка обозначена. Третья тема у нас... О чем вы там говорите? Это невероятно сложная. Это в свое время наша команда во главе с Кабелька с бывшим нашим мэром Сколково защищала такую тему, куда развиваться в Тольятти. И защитили, что Тольятти должен развиваться за счет создания национального инженерингового центра. И мы, понимая, обсуждая эту тему, понимали, что есть идеи, есть инженерный потенциал. Как собрать это, аккумулировать этот потенциал, чтобы предъявить стране, инвестору, миру, крупному заказчику, что у нас есть эти компетенции, что мы способны это сделать. Вопрос договориться, насколько действительно показатели есть. Четвертая тема была, ну, мягко говоря, спасибо Владимиру Владимировичу, очень жесткая. Что такое умный город, что такое цифровая экономика. Здесь мир понимает, что мир движется в этом направлении. Интернет вещей, умные вещи. Скоро не будет вообще, как я говорил в своем выступлении, даже чиновников не будет. Все будет, как сказали, в телефоне. То есть любая услуга, любое предложение, как ни отстать от этого процесса. Есть ли в городе силы, которые готовы те актуальные вопросы решать с применением той среды, которая создается очень интенсивно. Готовы ли мы к диалогу с миром? Готовы ли? Ведь есть такое выражение. Если вы не предъявлены в цифровом мире, в частности, то, что вы занимаетесь, значит, вас не видят, вас не знают. Сегодняшний диалог – это не просто конференции, это не просто прямое общение, что, безусловно, а именно способность предъявить себя в цифровом мире, чтобы тебя видели, могли реагировать, и наша степень готовности реагировать на такое. Вот как бы эти темы. Сегодняшняя тема интересна тем, что я как-то давно, начиная с Михаила Юрьевича, который сегодня будет выступать по проекту «Большой Волги», участвую. И почему она мне близка? Потому что это было, по-моему, месяца три назад, когда Копенко собирал, тогда еще при Мирковске мы собирали тему, у нас же год большой экологии, и большой экологии, и Большая Волга. Вы тоже там были, представляли. И когда мне представили слово, я тогда сказал, что самая главная тема для экологии – это вода. А мы, находясь у этого источника, и благодаря этому институту, который, смотрите, само название, бассейн на Волге, за все есть бассейн, то есть за всю Волгу отвечает вот это место. Как бы оно, какое бы ни было, оно отвечает, смотрите, чем отвечает? Знаниями, проблематикой, постановкой проблем. В этом смысл. И поэтому, я думаю, смысл нашего сегодняшнего обсуждения состоит в следующем. Прошу по этому высказываться. Как подать сигнал, что это место способно нести, аккумулировать основную проблематику, способы решения, инструментально обслуживать проблематику Большой Волги. Что такое Большая Волга, в середине которой мы находимся, и определяем ее возможность. У нас сегодня выступают, тема вообще называется, Большая Волга – это не только река. Понятно. Просаживайтесь, садитесь, пожалуйста. Павел Павел Павлович. Большой Волга – это сколько уже лет, директор этого места был вашим президентом, начальником. Много-много лет. Саксонова Сергея Владимирович. Саксонова Сергея Владимирович. Тема «Волга» начинается с берегов. Ну и, конечно, мой коллега по постоянной дискуссии сейчас в аппарате аналитической предприятий России, Курбаков Екатериевич. Мы обсуждали тему, я, по крайней мере, в теме. Президевает нам выступление по теме «Большая Волга», «Зеленый калейдор», «Зеленая экономика» и так далее. Давайте так посмотрим. Я не знаю, не хочу ограничивать докладчиков, но у времени у нас всего полтора часа. Ваше выступление, я прошу, как и в прошлый раз, если возникают вопросы по ходу, не возражают докладчики? Это точно. То есть, коллеги, у нас диалоги, не монологи выступления, и там вопросы. Да, пожалуйста. А можно перед докладчиками несколько слов? Конечно, конечно. Я сейчас только вопросу. Итак, я пока регламентом поговорю. Первое, значит, выступление по 20 минут, вопросы, и после ваших выступлений публичные свои заявления, выступления, соображения. За полтора часа он должен сказать. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Наверное, вопрос, который я сегодня поднял, он очень важен, и он важен в целом всей нашей страны. Хочу сказать, что этот вопрос, вопросом сегодня озадачены все. И, как примером, могу сказать, что 26 февраля, чуть меньше месяца осталось, будет очень большое мероприятие в городе Казани, которое организовано Государственной Думой. И, могу сказать, что более 60 депутатов Государственной Думы, которые изъявили желание присутствовать на этом совещании. И, конечно, вопрос будет стоять основной на этом круглом столе, как сохранить Волгу и как ее очистить. И, наверное, вот эта задача, которая сегодня строится, она очень актуальна, потому что сегодня само по себе понятие Волги это намного шире, чем это просто вода. Хотя надо понимать, что вода – это жизнь. И с ней связано все. Все эти города, все эти населенные города, которые расположены, они живут только благодаря нашей мадушке Волги. Но мы все достаточно интенсивно ее, мягко говоря, ну, скажите прямо, насилы. Начиная с Верховья, и каждый из населенных холстов вносит свою лепку. Это качество очистки воды, сбросов и многое-многое другое. Поэтому так дальше продолжаться не будем. Мы еще прекрасно видим, в каком состоянии воздух, сколько начинается тепло, она цветет. И, наверное, все-таки вот эти вещи сегодня не допустим. Поэтому вот этот вопрос, наверное, он очень важен. И с той точки зрения, что нам нужно сегодня не просто пользоваться теми благами, которые нам дает Волга, нам в конечном счете нужно повернуться к ней лицом и подумать, что нам нужно сделать, чтобы все-таки защитить саму матушку Волгу. Чтобы в конечном счете она почувствовала, что человек не только пользуется ее благами, а в конечном счете еще и заботится о ней, потому что по-другому быть не может. Мы не можем гробить нашу природу и дальше, как мы ее гробим сегодня. И, наверное, эти вопросы будут очень важны и актуальны. Я так думаю, про результатов круглого стола, который пройдет в Казани, а это достаточно серьезное мероприятие, где будут представители и профильных министерств, там будет представитель всех регионов, которые примекают к Волге. Я надеюсь, в том числе и наш институт не дает желание, мы их обязательно пригласим, как только узнаем, кто захочет в этом деле участвовать. Потому что здесь проблема общая и решать ее нужно все вместе. И, конечно же, решения, которые там будут, они лягут по столу государственных программ, потому что без привлечения федеральных средств эти проблемы не решили. Поэтому вот несколько слов, которые я хотел сказать перед выступлением специалистов, потому что должен сказать, что этой проблемой задача не для всех, потому что все прекрасно понимают те последствия, которые мы можем иметь и той ситуацию, в которой мы сегодня находимся. Спасибо. Вы подскажете, Владимир Владимирович, хорошую идею, поскольку, коллеги, там является предметная сегодня задача подготовить смысл и тезис к этой казанской встрече. То есть все материалы, заходицы, спасибо операторам, можно к ним вернуться, проанализировать, наработать еще имеющийся материал и уже выступать там в заявке, то, чему связано. Пожалуйста, Геннадий Семенович, как сохранить великую речь в воздухе? Добрый день, уважаемые коллеги. На правах хозяина я должен покриветствовать вас здесь. Действительно, такое общество в таком большом составе собралось. Это не тот... Не тот... Ты не тот взял. Сейчас. Поэтому надо... Придется отдать тебе. Да, так, еще. Никто нашел. Не посмотрел со мной. Вот. Институт на следующем... В этом году, в 2018-м, уже отмечает 35-летие. Круглая дата, не юбилей, но круглая дата. 35 лет, это действительно серьезно уже. Возраст достаточно серьезный. Поэтому занимается проблемами волжскими. Периодически вспоминают о нас, особенно, когда начинаются разного рода праздники, то есть год экологии, в частности. Поэтому это такие волны интересов нам проявляемого. Мы это уже чувствуем. Прошлый год, как вы знаете, был год экологии. А вот кто помнит, 13-й год чем был объявлен? О! Тоже год экологии. Так вот, после этого очень редко кто это вспоминает. Вот мне... Я всегда, когда выступал на конференциях, связанных с годом экологии, в 2017-м, я говорил, не дай бог, чтобы не произошло как в 13-м. Чтобы быстро поговорили и забыли, о чем говорили. Вот такой доклад я хочу вам представить. Пожалуйста, Игорь, я буду по-быстрому идти. Значит, Владимир Владимирович объявил год экологии. В своем послании ежегодному он, значит, назвал, в 16-м году было, в декабре, он назвал три объекта национальной гордости. Это Волга, Байкал и Телецкое озеро. Именно в таком порядке. Я почему это подчеркиваю, потому что уже в постановлении правительства, когда было, значит, решили, что надо сделать по алфавиту. Байкал ушел на первое место, Волга пошла на второе. Ну, вот это Волжский бассейн, чтобы вы представляли. Следующий слайд, пожалуйста. Вот так он из космоса Следующий слайд. У меня много слайдов, поэтому я буду достаточно быстро их проходить. Если потом кому-то понадобится, она доступна. Вот мы говорили, что такое миллион триста шестьдесят тысяч квадратных километров. Ну, как в детстве нас учили, да, в школе. Это две Франции, три Швеции. Когда приходилось докладывать, мы участвовали с Сергеем Владимировичем во встрече с королем в Швеции, который является почетным ханурискаузом нашего института. Значит, вот я как раз и посмотрел, сколько Швеции поместится на Волжский бассейн. Но это 8% территории России. Чтобы вы, так сказать, сопоставляли. Ну и дальше тут цифры, которые вы прочитали. Следующий слайд, пожалуйста. 41 субъект входит в Волжский бассейн. Вот мы говорим, третья река, вторая река Европы, Дунай. О, Дунай. Ну, там 10 государств. И куча проблем, они решают это, все прочее. У нас 41 государство. Но граничим-то мы только с Казахстаном, с Назарбаевым. И больше у нас, кстати, интересов нету. И крупнейшая река Европы в Европе интереса не вызывает. Она наша. Это наши проблемы. 56 миллионов человек. Ну, если считать, то 38% населения России на 8% территории. 45% промышленной, 50% сельскохозяйственной производства. сбрасывается до 20% всех сочных вод России. Атмосферу 30%, опять к 8% населения. 26 мирных ядерных взрывов, так называемых, было проведено на это. Это официальные данные, это все взрывы, которые были направлены на создание хранилищ, разного рода газовых и так далее. Все это у нас. Следующий слайд, пожалуйста. Вот так шло уменьшение репродуктивности лов рыбы. Это до 2009 года. Следующий слайд, пожалуйста. В институте, я говорил, что разработан целый ряд методов, которые позволяют вести исследования. Пожалуйста, следующий слайд. Прежде всего, у нас существует такая система регион, которая позволяет накапливать всю информацию по Волжскому бассейну, по другим территориям и в комплексе ее анализировать и говорить уже нисколько об экологических системах, а даже о социо-эколого-экономических системах, где включенный человек. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, мы получили свидетельство, соответствующее на эту базу данных. Дальше. Ну, тут как пример, один пример, использование. Вот, в частности, можно было провести по данным, которые у нас были накоплены, провести некое ранирование территории, выделить те кластеры, которые более напряженные у нас в экологическом отношении. Чаще всего, это оказалась такая старопромышленная московская зона, Тула, Москва, значит, это вот такая новопромышленная Самара, туда попадает, Казань, Нижний Новгород, вот эта часть. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, например, прогнозы, связанные с изменением климата, модели потепления климата, как будет идти изменение продуктивности в Волгском бассейне. То есть, тоже не совсем тривиальный вариант, потому что изменение продуктивности идет не с юга на север, как это, а немножко так наискосок, как бы, западный, потому что это связано с влажностью и с температурой изменения. Ну, это вот прогноз там на 2050 год. Живем, проверим. Хотя наши прогнозы, которые мы давали в 90-х годах на 2010 год, мы проверяем, они уже достаточно хорошо адаптированы, позволяют нам подправить модели наши и как-то строить дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот, например, соотношение, значит, по детской заболеваемости, детской смертности. То есть, мы имеем в виду улучшение ситуации, которая у нас есть, и в чем-то, наверное, можно здесь связать с тем национальным проектом здоровья, который, значит, у нас принят, который направлен на детскую как раз заболеваемость на решение этих проблем. Следующий слайд, пожалуйста. А вот взрослые, смотрите, похуже. Все было лучше, стало хуже. То есть, тут тоже есть о чем думать, как это все происходит. Следующий слайд, пожалуйста. Что сделано? У нас, значит, вот я говорил, что такая полковского бассейна, экспертная система Краснодарской области есть, частично к нам обращались, мы частично помогали, люди что-то заполняли, Нижний Новгород, Ульяновск, Тольятти, еще здесь не добавлено, Башкирия, тоже, значит, обращался, тоже имеет свой кусок. Следующий слайд, пожалуйста. Своего рода такая экологическая матрешка у нас получается. Значит, земля, страна, бассейн, и дальше идет. Все это в рамках вот той системы, на которой я говорил. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это земля, теперь немножко о воде. Следующий слайд. Ну, вот так вот у нас выглядит водохранилище, когда хорошо цветет. Следующий слайд. Вот это изменение, значит, рыбы, вылова рыбы, значит, Волга, Каспии, вот совершенно, 17-й год, самый высокий, это, был вылог в 1917 году. Малый, знаешь, какого вылога? 606. Значит, это было. Это все идет вниз. Следующий слайд, пожалуйста. Вот тут уже тот хвост, который, значит, был из одной книжки, а это уже наши данные. Значит, вот, все продолжает, продолжает, продолжает все это уменьшаться. Следующий слайд. Значит, здесь соотношение рыбного населения, значит, в Волжском бассейне, это лаборатория нашей популяционной экологии, значит, Игорь Анатольевич, Евланов, да, но здесь вот самый интересный момент, вот соотношение реофильных, лимонофильных видов, то есть, ну, водохранительщик стало озером, фактически, в отличие от реки, вот эта вот картинка, то есть уменьшение видов, которые, значит, в реке и в озере живут, соотношение явно показывает это. Следующий слайд, пожалуйста. Целый ряд нарушений, которые мы наблюдаем, это данные, значит, тоже из этой лаборатории Александр Константинович Минеев, да, присутствует здесь, значит, и тоже лаборатории у Игоря Анатольевича Евланова, пожалуйста, значит, это вот такие морфологические нарушения, когда журналистам нечего писать летом, они, значит, обращаются к нам, чего у вас интересного есть? Мы говорим, да вот какие-то, они сразу появляются, волги, появились монстры, значит, да. Следующий слайд, пожалуйста. Еще раз можно, там, значит, вот такие вот есть уродства, мальки с тремя глазами бывают, там, горбатые, всякие, уроды. Они не выживают. Поэтому тут бояться-то нечего. Выживают только те, ну, вот даже мы, если по человеческой популяции, если мы говорим, ну, есть фамилия Беспалый, да, то есть появляется человек, там, у которого нету пальца, ну, еще и живет, и воспроизводится, ничего страшного с ним не происходит. Вот. То есть есть некие такие нарушения, а есть нарушения, когда, извините, у меня все амские близнецы тоже появляются, и с ними надо что-то как-то решать, что-то разделять или что-то делать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это вот такие уроды, которые есть. Вот интересная картинка, это тоже Александр Сатачинджи Танны. Вот я покажу по судаку, смотрите, то есть стопроцентно имеется патология крови у всей популяции. То есть, когда мы говорим об уменьшении рыбных запасов, это не только браконьерский лов, это не только, так сказать, что-то связанное с выловом, с темной нагрузкой, а это просто болезнь. Еще. Следующий слайд, пожалуйста. Причины неблагополучия. Несовершенствую систему нормирования атроподневной нагрузки. У нас в стране существует одно ПДК на всех реки. Это совершенно понятно, что это неправильно. Так не бывает. ПДК одно у нас, ПДК на Лене, ПДК на Енисеи, на содержание того или иного вещества. Это все неверно. Вот поэтому наши, значит, разработки, Владимир Анатольевич Селезнев у нас в лаборатории, которые предлагают дать другие оценки, дать другие ПДК, другие способы оценки. Следующий слайд, пожалуйста. Вот такие бассейновые нормативы предлагает ввести на основе данных мониторинга водных экосистем. Эти, мы данные докладывали и Минводхозе, или как он сейчас, запутаешься, часто меняют название, значит, короче говоря, там, где был сейчас президент Башкирии, Хамитов был начальником. Вот. Хамитова докладывали, значит, нас включали там в систему, которую в Саратове проводились подконтрольно, значит, нет предприятия, значит, шли вот на такие расчеты. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот это мы проводим на этом судне, все это работает. Вот здесь я должен поплакаться перед такой аудиторией, потому что еще подарок Ивана Викторовича Попанина. Поэтому, значит, этому судну уже почти 50 лет. Вот еще в этом году, оно у нас до сентября месяца, вроде бы, этот регистр его выпустит, то есть мы в этом году, наверное, экспедиции проведем. А вот что будем делать на следующий год, я не очень представляю. Институт экологии Волгского бассейна без флота, это, в общем, нонсенс. Мы уже теряем, у нас два судна было, еще одно судно и мы его уже потеряли благополучно, оно еще более старое было. Следующий слайд, пожалуйста. Оценка качества биоиндикаторов. Ну, в частности, значит, мы ведем некие такие биоиндикационные, то есть по биологическим объектам, как они относятся к тому загрязнению, к таким объектам. Ну, в частности, река Чапаевка в рамках паспортизации малых рек, это еще одна программа, которую мы хорошо выполняем. Значит, вот мы тоже давали свои оценки. Ну, на Чапаевке, например, у нас, по данным нашим, есть такие биологические пустыни, фактически, при всем том, что сейчас вода более-менее приличная, но все равно все эти последствия есть, и, кстати, жизни там во многих местах нет. Следующий слайд, пожалуйста. Наша практическая реализация исследований. Вот несколько программ, в которые мы входили. Значит, они здесь представлены. Ну, и вот здесь записан последний паспортизацией малых рек в Волжском бассейне, это не программа, но по-хорошему ее надо бы выводить на уровень федеральной программы, потому что малые реки это те кровеносные сосуды больших рек, и на них происходит очень много чего не контролируют нигде, и вот ввести некую паспортизацию и давать некие рекомендации о том, что с этим делать, конечно, следует. Карт-бланш по этим проблемам находится в наших руках и в руках Нижегородского государственного университета, с которым мы плотно сотрудничаем, с профессором Геллашвили, который, значит, вот работает тоже в этом направлении. Они делают по Нижегородским территориям, вот паспортизацию мы делаем здесь, но, к сожалению, не так много, как нам хотелось бы, мы могли бы сделать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это логическая эффективность некоторых вещей. Ну, вот, например, в частности, опять же, усилиями Игоря Анатольевича Явланова, ущерб водным биологическим ресурсам от действия Жигулевской ГЭС нами оценен 70 миллионов ежегодных рублей. Значит, как их, ну, с деньгами же не возьмешь, начнешь деньгами брать, это будет, нам же поднимут тариф по-быстрому. А, значит, самый хороший способ, это, значит, один из путей выходов, это строительство рыбоводного завода за счет вот этих компенсационных ущербов, например, и пытаться его как-то реализовать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот тут еще какие-то объекты, которые только выборочно очень, которые нам удалось нашими экспертизами, некоторые строительства, заморозить, прекратить, и, значит, которые дали бы вот такой ущерб, который мы здесь имеем. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот знаменитые две аварии почти в одной точке в третьем году и в девятом году, да, Виктория, которая по центральному телевидению шла, вот это те ущербы, опять же, нам повезло, потому что буквально за неделю до того, как была авария Виктории, в этих местах мы делали съемку. И поэтому, как бы нулевая точка чистая у нас была. И поэтому, значит, можно было все это оценить. Следующий слайд, пожалуйста. Мы выпустили вот такую книгу в свое время о инновации, модернизации, внедрения, где собраны все наши достижения в этой области института за 30 с лишним лет. Следующий слайд. И она была отмечена призом торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Вот такая вот красивая сютьюетка. Она где-то здесь у нас в музее даже. Она у Хасаева. Нет, нет, эта сютьюетка, по-моему, у нас здесь где-то должна быть. Вот. У Хасаева другая, Вернацкого. Тоже общая, но у него. О, он ее держит у себя в кабинете и всем показывает. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, значит, ну, похвастаться надо вот за эти работы, связанные с биомониторингом. Мы получили премию правительства Российской Федерации. Вот, значит, красным цветом выделены сотрудники института. То есть, четыре человека. Тут, значит, и Оренбург, и Нижний Новгород, и Москва представлены, значит. Поэтому это была достаточно серьезная, такая серьезная биологическая работа, которая была отмечена вот за разработку научных оснований и комплексного метода биомониторинга. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, немного истории теперь. Я перейду к кусочку, который более сейчас интересен. В 1972 году принималось такое решение о мерах по предотвращению загрязнений бассейнов реки Волги и Урала неочищенными источными водами. Ну, это решение позволило построить целый ряд очистных сооружений, которые, значит, очень по-хорошему хорошо оцениваются и специалистами, и научной общественностью, что это постановление было очень ценным и важным. Вот в 1994 году было принято решение о разработке программы возрождения Волги, и она была принята, значит, постановлением правительства 2 февраля 1996 года. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, можно, значит, вот говорить, хотя статистика не самая большая, что руководство страны демонстрирует такое пристальное внимание к Волге, ну, примерно в 20-25 лет раз. Поэтому, значит, вот в 2013 году в Кремле прошло заседание Совета Безопасности, и Владимир Владимирович Путин, значит, потребовал скорость разработки стратегии экологической безопасности России. Вот насколько я знаю, наверное, Госдума меня поправит, но такого документа о экологической безопасности России так и не принято. Насколько я знаю, то он так и не разработан. Хотя, опять же, подчеркну, здесь немножко Тольятти должно гордиться. Тольятти в 95-м году принимает Дума Тольятти, принимает документ, разрабатыванный в нашем институте, который назывался, значит, устойчивым развития экологической безопасности города Тольятти, и так далее, и так далее. Там, значит, по тексту было. Несколько цитат из Владимира Владимировича, которые здесь представлены. Значит, следующий слайд, пожалуйста. Вот тут вы прочитаете цитат, но для меня самое, значит, греет душу последняя цитата. Понятно, мы наука, и нас это должно, значит, вдохновлять. Но на новый уровень нужно поднимать фундаментальные научно-прикладные исследования в области экологии и охраны окружающей среды. Это, значит, заявлено. Следующий слайд, пожалуйста. Председатель правительства 8 декабря 2016 года принимает решение о том, что надо подготовить паспорт приоритетного проекта сохранения Волги, и 8 августа 2017 года такой паспорт был представлен на совещании в Волгограде. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь я, значит, сделаю маленькую преамбулу. Так как ваш покорный слуга был одним из разработчиков программы возрождения Волги, входил в коллектив, который разрабатывал эту программу, и у меня паспорт программы на руках, то мне легко было сравнить два паспорта. Паспорт программы возрождения Волги и паспорт программы оздоровления Волги. И, соответственно, значит, посмотреть на наука всегда начинается там, когда имеет место сравнение какое-то. Так вот, значит, что можно из этого сделать? Какие выводы? Ну, во-первых, конечно, государственный заказчик рант повысился в новой программе предлагаемой. Еще раз скажу, программы самой нет пока. Есть только паспорт программы. Программа обещает появиться вот-вот-вот в феврале, в марте месяце. Но самой программы как таковой нету, есть только паспорт. Был комитет по водному хозяйству, стало правительство Российской Федерации. Но комитет по водному хозяйству для разработки привлек целый ряд, это были головные исполнители разработки, институт входил в общий список еще. А вот для оздоровления Болгий Министерство природных ресурсов опиралось на само на себя. Оно разрабатывало этот документ внутри себя. Хорошо, это или плохо, я не очень могу судить. Сроки исполнения 15 лет планировалась первая программа, на 9 лет рассчитана вторая. Следующий слайд, пожалуйста. В области правового нормирования и экономического обеспечения программа возрождения Волги была лучше. Потому что там был целый ряд предложений, в частности разработка закона о реке Волги. Есть же закон о Байкале. Он принят, он существует. Закона о Волге нет. О рыболовце и охране рыбных запасов таких законов нет, к сожалению. Единственное, правовое содержание новой программы я нашел в рамках деятельности фонда содействия реформирования ЖКХ создать направление стимулирующее реализацию инвестиционных проектов и дальше там по тексту. Вот это все, что в правовом отношении предлагает новая программа. Следующий слайд, пожалуйста. В области водного хозяйства надо сказать, что программа возрождения Волга содержала довольно много цифр. То есть там были конкретные цифры, которые следовало достигать. В паспорте новой программы таких цифр не так много. Вот некоторые из них большая часть здесь представлена. И значит идет, что надо провести реконструкцию, модернизацию на не менее чем 200 предприятиях в 17 субъектах Российской Федерации. Кстати говоря, вот там сразу мне задавали часто вопросы. Вот в паспорте написано на Волге, там всего сколько-то вот 17 или сколько-то субъектов. Но не Волгский бассейн брался, где 41, как я сказал. У нас же Ленинградская область попадает кусочек в Волгский бассейн. Челябинская попадает в Волгский бассейн. А то, через которые Волга протекает, вот только те территории, через которые Волга протекает, в паспорте отмечены как те территории, которыми надо заниматься. А вот то, что вот мы тот грипп, который вы видели в самом начале, его, к сожалению, в паспорте нет. Значит, и вот тут состоят очень важный момент в новой программе. Это вот, значит, особое внимание Волга в Турбинской пойме. Это Нижний Волги. Это действительно можно приветствовать как положительное в этой программе. Следующий слайд, пожалуйста. В области экологии городов в старой программе был, такой раздел, но его нет вообще. В области экологического мониторинга, ну здесь одинаково, пожелательное, то есть хотим создать общую систему, тогда хотим создать, сейчас хотим создать. Насколько это будет реализовано, будем посмотреть. Следующий слайд, пожалуйста. В области лесного, растительного хозяйства, животного мира, особо хранения природной территории, то, что мы, как биологический институт, больше всего интересуемся, в новой программе одна фраза стоит, утвердить и реализовать программу дополнительную, которая будет, то есть ее надо разработать, утвердить и потом реализовать. То есть тут ничего не сказано про это и никаких денег про это не написано. Может быть, какие-то деньги будут стоять на разработку этой программы, но не более того пока. Да, сохранение уникальной системы Волга-Ахтуминской поймы, я уже сказал, что это положительная составляющая, это действительно большой кусок. Следующий слайд, пожалуйста. В области рыбного хозяйства. Казалось бы, Волга, на что реализуют, что мы хотим сохранить Волгу, но и для чего, не просто так же, чтобы на ней на моторной лодке кататься, а чтобы какая-то рыба была, да? Ничего нет в новой программе про рыбное хозяйство в паспорте. В паспорте я не могу сказать, может быть, появится что-то в самой программе, но в паспорте нет. Хотя для возрождения Волги было прописано довольно много пунктов, которые в этой сфере должны были как-то улучшить ситуацию. Следующий слайд, пожалуйста. В области экологического воспитания. Ну, здесь, значит, вот в новой программе мне вызвал просто интерес, кстати, вот тут такой упор сделан на преувеличение волонтерского движения. Я не очень представляю, как волонтеры смогут реализовать экологическое образование и просвещение населения. Они сами должны, кто-то сначала должен научить, их как-то надо тоже образовать. Значит, но это вот прописано вот таким разделом, оно и есть. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и теперь к деньгам. Вот теперь, коллеги, здесь давайте посмотрим. Эти деньги все-таки характеризуют и дают нам основания поразмышлять. Вот там все триллионы и миллиарды рублей, которые были, они приведены по моменту в единые цены. Это все выражено в долларах. Вот получается, что программа поздравления Волги, новая программа в 20 раз дешевле, чем программа возрождения Волги. Хорошо, она там в полтора раза короче. Ну, пускай будет в 10 раз дешевле. В 2 раза сократим. Но все равно дешевле. И вот здесь очень интересны вот эти первые и последние срочки. Смотрите, бюджеты субъектов федерации примерно одинаковые соотношения вклада. А дальше что происходит? Федеральный бюджет сильно увеличивается, а инвестиции в другие источники сильно уменьшаются. То есть неверие в то, что бизнес пойдет на Волгу. Это очень важный момент, который надо учитывать, и особенно в этой аудитории, когда я говорю с торгово-промышленной палатой. Потому что вот это демонстрация того, что это неверие, а это надо менять. Это надо менять коренным образом. Вот это все, что оно есть. Эти цифры есть в паспорте возрождения Волги, в этом паспорте. Поэтому здесь меня в арифметике можно не пытаться уличить. Это арифметика сравнительная, это все представлено. А дальше вот эти выводы, наверное, они напрашиваются вот именно такие. Следующий слайд, пожалуйста. Более того, мне понравилось в результате реализации программы можно ожидать вот это было в паспорте новое, сказано, что улучшение состояния водных объектов, улучшение состояния здоровья населения. Хотя, опять же, в паспорте ничего про здоровье населения не говорилось. Как оцениваться, оно будет все. Ну вот, раз будет лучше, то будет лучше со здоровьем населения, будет лучше с развитием маломерного судоходства. Откуда появилась эта фраза, я не знаю. Там тоже ничего не было нигде сказано. Ну вот, наверное, будет лучше. Ну поверим, что будет лучше. Следующий слайд, пожалуйста. Основные риски. Самый первый риск. Считайте внимательно, красным выделено. Это написано в паспорте программы. Невысокое качество проектирования и строительства объектов. Предлагается, как выходить из этого. Ну, мы же знаем, вот у нас там периодически то бассейн какой упадет, то еще что. Вот это, видимо, вот это прописано. Надо создать институт проектного анализа, контроля качества строительства и последующей эксплуатации. У нас мало, что ли, контролирующих организаций. Ну и низкая инвестиционная активность. Вот это вот, о чем я говорил. Это говорится, как страх, и поэтому федеральные деньги больше вкладываются, потому что никто не хочет вкладываться. Вот это прописано, опять же, в паспорте. Низкая инвестиционная активность, потому что нет условий, нет гибких механизмов поддержки бизнеса, который будет ввести туда свои деньги. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, я заканчиваю. Ну, у меня все-таки такой основной доклад, я 20 минут перебрал, конечно, но, значит, Волжский бассейн продолжает оставаться одним из наиболее напряженных по экологической обстановке, но надо четко понимать, что устойчивое развитие России напрямую связано с устойчивым развитием Волжского бассейна. Вот если не будет у нас такого устойчивого развития тех умных слов, о которых говорит весь мир, то совсем надо устойчиво развиваться, где соотношение экономика, социология, экология должна находиться в балансе, то ничего хорошего не получится. Следующий слайд, пожалуйста. Вот такой экофилософ Марк Сагов считает, что решение экологических проблем лежит не в лоскости вычислительных затрат экономических выводов, а в области эффективной политики. Ну, можно сказать, что такая экологическая экономика, экономика с человеческим лицом, или то, что сегодня называют у нас зеленой экономикой. У нас кроме цифровой экономики, которая сейчас вытеснила уже зеленую экономику, ну, мы же как, понимаете, это немножко напоминает мне, слишком много знаю, немножко напоминает мне Трофим Денисовича Лысенко, который-то, почему держался на плаву, он каждый раз выглядел новые идеи, не завершив следующую, он двигал дальше. И вот такой Трошкин-Кафтан, Трофим Денисович, не Тришкин, а Трошкин-Кафтан, вот мы имеем сейчас фактически, потому что про зеленую экономику поговорили, все, теперь у нас цифровая экономика вышла на передний план. Я не очень знаю, как они будут соотноситься. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, вот мне представляется, и мы об этом говорим долго, постоянно, и неоднократно, и несколько публикаций с Сергеем Владимировичем, и с Хасаевым, у нас есть и с Зибревым, о том, что для Волгского бассейна должна быть вот эта программа в масштабе национального проекта. Если она будет федеральным, это могу спорить, ничего не получится. вот если она будет национальным проектом, таким же, как национальный проект здоровья, национальный проект образования, национальный проект сельское хозяйство, то тогда, как экологический проект, национальный проект, тогда оздоровление Волги будет иметь шансы на выживание и реализацию. И здесь, значит, должна быть стратегия зеленого роста, оценки природного капитала, экосистемных услуг. Я тоже скажу, это новые слова, которые сегодня во всем мире выходят на передний план, а мы в институте их тоже знаем, и, наверное, одни из немногих в стране, кто знает и знает, как это все делать и реализовывать. Вот эти слова связаны с природным капиталом, с экосистемными услугами, потому что у экономистов есть правило, если что-то не имеет цены, то этого нет. Поэтому, если мы не будем оценивать те услуги, которые нам природа приносит, дает, то у нас ее не будет, и мы будем ее рубить, изводить, уничтожать. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, в общем-то, конечно, новую попытку правительства я приветствую, считаю, что это хорошо, но любая программа, я это часто повторял, будет реализовываться только при двух условиях. Причем деньги на втором месте стоят. На первом месте стоит желание выполнять эту программу. Если такого желания у нас нет, никакая программа не будет, хоть она будет золотой оберткой. Будем надеяться, что такое желание у нас все-таки имеет место быть. Следующий слайд, пожалуйста. Я закончу словами академика Мартина Гайковича Хуглоряна, директора Института водных проблем. Настолько, мне кажется, великие слова, что, честно говоря, не имел права приписать их себе. Поэтому я ссылаюсь на Мартина Гайковича и говорю, что Волга столько сделала для России, что можно и нам немного постараться для Волги. Следующий слайд, пожалуйста. Это мои соавторы, которые, значит, помогали в этом докладе. Ну и, наверное, последний слайд. Благодарю за внимание. Спасибо. Какие-то есть вопросы? Да, пожалуйста. Из того, что я сейчас услышал, я понял, что существующая программа, заметно улучшенный вариант первый, которая существовала, на которой не существует, а разрабатывая программа, требуется национальный проект по Волге и так далее. Так вот, мне интересно. Для того, чтобы появился национальный проект, как правило, требуется инициатор. То есть организация, которая выступила бы с инициативой создания такого национального проекта, которая имеет возможность достаточно авторитетно об этом заявить. На мой взгляд, принимающий наш институт, это как раз именно та организация, которая могла бы стать таким инициатором. Не знаю, может, я, конечно, недостаточно владею темой, но все-таки. Это вот первый вопрос. Возможно ли инициация проекта именно силами изначального института? И второе, это вот во времена еще, так сказать, присутствия здесь господина Артикова в качестве губернатора НПО Фильтр подавал такое местное предложение, как раз в рамках подобных программ. О начале, так скажем, областных программ по очистке своих Волги в районе своего региона. То есть, понятно, что Волга это прежде всего то, что она собирается с бассейна. У нас есть малые рейки, там, УСА, СОК, не суть важная, которые имеют чистое значение областное. Ну, вы знаете, федеральные рейки, областные и так далее. Так вот, мы предлагали начать с показательного проекта очистки одной малой реки по выбору. Тогда же мы, по-моему, беседовали по выбору института, чтобы показать, что возможно очистить сток одной малой реки. Силами института можно мониторить, естественно, показать, что изменилось. То есть, очистка стоков, впадающих в данную реку на всем ее протяжении. И как результат. То есть, было вот, стало вот. Ну, как в рамках этого уже национального проекта, как первая ласточка, так скажем. Возможно ли это сейчас? Потому что мы тогда подавали Артикову такое предложение. Ну, он, мягко говоря, проигнорировал. Спасибо. Коллеги, понимаете, я вот студентам всегда говорю, если двое целуются, один и тот подставляет двум, и ничего хорошего не получается. Поэтому движение должно быть обоюдное. Каждый должен заниматься своим делом. Мы не являемся людьми, которые... Мы готовы предоставить всю свою информацию. Мы публикуем наши статьи. Мы занимаемся фундаментальной наукой. Должен быть открыт закон имени Розенберга. Ну, получится, не получится, таланту хватит. Значит, открою, не хватит. Денег не выдержит, значит, не открою. Значит, должен быть закон, ну, там, Минеева и Саксонова. Это наша задача. Мы этим занимаемся. Вот Владимир Борисович, он посмеивается, там сидит, а он помнит ситуацию, когда мне, я только-только на заре еще 90-х годов, значит, директор института, мне звонок с телефонной станции. Говорит, вот, Геннадий Самуилович, мы обеспокоены. И дальше идет ваш монолог. Примерно в 90-х годах. Мы готовы там все это сделать. Я говорю, замечательно. Я говорю, а я займусь телефонизацией всей страны. Поэтому, понимаете, здесь вещи, вы говорите абсолютно правильные вещи. Но если бы была программа такая, наверное, можно было найти там область, встраиваться. Мы готовы предложить, ну, допустим, река Сок, которую мы изучили, у нас есть паспорт на нее и есть. Все мы знаем. Пожалуйста, если вы найдете те средства, которые будут выделены на ваши работы, мы готовы предоставить ту информацию. Ну, это вот дальше все завязывается. Поэтому это должны быть программы большого уровня. Я их называю национальный проект. Может, я не прав, может, я неправильно использую эту терминологию, но в моем понимании это должны быть программы национального уровня. И Дума должна вот этим озадачиться. Вот, ну, что я могу сделать? Ну, допустим, вот эти цифры я рассказал Николаю Сергеевичу Валуеву. Значит, показал ему, да. У меня есть замечательные фотографии, я всегда думал, что я высокого роста. Вот. Но я, значит, стою рядом с Валуевым, это, значит, очень смешно выглядит. Поэтому, значит, да, причем он мне говорит, мы же вот приняли программу, мы на это все прочее. Я говорю, да, но вы такие цифры знаете? Нет. А откуда они? Я говорю, ну, как, откуда? Ну, вот, можно же вот. Опять же, я говорю, вот, я почему вначале сказал, что Минводхост занимался с академическими институтами, там, с университетами и все прочее, а министерство решало внутри это. Я, честно говоря, никто не сознается. Вот, у меня, слава богу, много коллег, водных проблем, институтов и все прочее. Я говорю, принимали участие в программе? Нет. То есть она была разработана внутри. Если бы вот кого-то спросили, вышли, мы бы вот эти цифры выложили бы сразу. Еще на этапе обсуждения и принятия, подготовки этой программы. Сейчас мы, да, мы сейчас, как говорится, поругиваем, мы не говорим, что она хуже. Мы еще программу саму не видели, по-честному говоря. Мы говорим пока о паспортах, о паспортах, сравнении паспортов. Вот паспорт, да, он направлен на более узкую задачу. Паспорт направлен на строительство, большую часть, на строительство очистных, ну, я условно говорю, на строительство очистных, которые, значит, должны идти здесь. Это 90% финансирования там стоит. Потому что возрождение Волги была большой блок научный. Здесь его практически нет, если не считать, там немножко в мониторинге. И еще там где-то мы... А, ну вот та программа, которая еще должна быть разработана. Биологическая, то есть, где у разнообразия сохранения. А все остальное... Спасибо. Коллеги, у нас вообще-то достаточно мало времени. Если только... Можно сюда. Можно сюда. РКЦ «Прогресс» господемьянский Евгений, заместитель генерального конструктора по научной работе. Скажите, мы немножко опознали, было ли в вашем докладе и вообще в новой этой программе космическая система, космические средства наблюдения за Волгой для экологических? И в национальном проекте предполагается ли, вы предполагаете, будем ли бить в это направление? Мы с вашими коллегами уже общались и встречались. Значит, нет, программа как таковой неправильная. Еще что будет в программе, я не знаю. Но в партнере это не прописано. Но то, что, допустим, стоит раздел мониторинга, и его надо оживлять, а не делать общими словами, как он прописан здесь, что надо создать единую систему мониторинга. Ну, хорошо, надо. Как, значит, ну и чего, откуда будем смотреть? С берега, сверху, пролетая мимо. Это уже дальше все надо детализировать. Надо смотреть и решать. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Волг Владимир Николаевич, управляющий 15-го микрорайона. Космический мониторинг, это, конечно, здорово, но на Волге живут и отдыхают простые люди. Вы говорили, упоминали общественников, да, волонтеров и высказали сомнения в уровне их подготовки к тому, чтобы они вели какую-то просвидетельскую экологическую деятельность. Я, как понял, ваш институт научно-исследовательский, да, он не образовательный. Вот, но тем не менее вопрос такой. Есть ли у вас какая-то программа трансляции ваших экологических знаний и народ, вот, не хотели бы вы это направление расширить, потому что я вот как человек с улицы, да, как общественный говорю, что среди горожан есть интерес к экологической информации, но, разумеется, тот язык, который представлен в ваших изданиях, да, вот я читал некоторые издания, вот, он очень научный и люди неподготовленные это не поймут. То есть, как бы, вот эту новую науку перевести на такой обыденный человеческий городской язык, донести это до горожан, чтобы произвести их деятельности. Уточняю вопрос. Есть ли просветительское направление, и как вы считаете, не нужно ли это все-таки расширить его каким-то образом, и кого вы видите в качестве сотрудников? Ну, в программе, во-первых, написано, что такое направление должно быть, если оно будет финансироваться, если мы будем его побеждать в грантах, то, наверное, вы ведь еще имейте в виду, что, я почему говорю всегда, каждый должен заниматься своим делом. У нас есть газеты, у нас есть те, кто готов это переводить, с нами контактируют, с нами вместе работают 7 верст газеты, вот, значит, еще какие-то издания к нам обращаются периодически, но я говорю, что чаще всего это не системный подход, а вот когда не о чем писать больше, когда не о чем больше писать, летом, летом. Когда мутанты появились. О, когда мутанты появляются, когда попугает нас. У вас там был какой-то еще вопрос. Коротко, я просто хочу понять, так кто же в конце концов может быть инициатором национального проекта. Политики, значит, организации научные, общественность. Кто должен начать этот процесс? С вашей точки зрения. Ну, понимаете, без права законодательной инициативы кто обладает? Всполнительная власть, законодательная власть. Вот они обладают. Вот здесь у нас есть представители. Вот они, желающие услышать, да услышат. Желающие поцеловаться, да подставят губы. То есть, вот идет речь о чем. Потому что я, ну и того, что я буду, значит, вот так много выступать. Коллеги, у нас еще два выступающих. Спасибо, Геннадий Суворович. Спасибо. Мы еще походу возникаем. Сергей Владимирович, не повторялись? Нет, я абсолютно не буду повторяться, очень коротко. Потому что я очень рад, что вы сказали, Волга – это не только вода, Волга – это берега. Потому что площадь бассейна огромнейшая. И все, что происходит на берегах, в конечном итоге, все попадает в Волгу. Пожалуйста. Просто смотрим на этот индивидуал. Мне это очень нравится. Это греет душу. Дальше. Это великолепно. Это уникально. Это здорово. Это берега наши. Это наша среда питания. Дальше. И что мы находим на наших берегах? Огромнейшая мусорная куча. И знаем, как эти полигоны достают нас. И что с ним делать дальше? Обочина дорог. Великолепно. Вот все это, столько попадет и в почву, и в Волгу. Мы говорим, что Волга. Количество сброса воды в Волгу уменьшается. Но вода без леса себя не чувствует. Это наш коллектив лес. Десятый год уже показал, сколько можно за три дня сгореть. И далее мы ничего не сделали, что если такое ЧС произойдет, что мы потушим. Далее. Волга, глубокая река, как будто бы. Но берега Волские постоянно перерабатываются. Вот огромнейшие отложения уходят. Даже у нас Тольятти. Да, есть какая-то программа берега укрепления, но она не способна решить. Вот сейчас мы видим следующий берег. Это Климовка. Меловые горы сползают в Волгу абсолютно. То есть еще. Через Самарскую область проходит огромное количество трубопроводов. Мы все знаем. Один Великий Дружба называется. И все еще и маленькие. Разрывы нефти происходят. Проливы нефти происходят очень часто. Это все официальные данные. Но что такое разлив нефти? Вот то, что произошло в Бермудском треугольнике, вы слышали, что это катастрофа планетарного характера. Это катастрофа нашего волжского характера. Далее. Наши почвы. Это так называемая дефляция, эрозия почвенная. То есть кто ездит после морской области, видит сколько наших черноземов и прочих вещей тоже смывается в Волгу, добавляются органики. Это сельхозугодие почвы обрабатывается. Все еще обрабатывается пестицидами, гербицидами, фруктицидами. Не все это входит в цикл. И большая доля вот этого замечательного бульона, на котором развиваются селезеленые, как раз это берега в том числе. А вот Иван Иванович Спрыгин. Мы все знаем, что Жглевский заповедник носит имя Ивана Ивановича Спрыгина. Это было сто лет назад. Он говорит, что мы живем в долгу у природы. А надо бы жить на проценты. И комиссы знают, что это на самом деле надо. Но мы все в долг живем и продолжаем это делать. Я больше говорю о Самарской области. Потому что мы уже какую-то картинку по Самарской области получили. И видим, что эта область большая. Ну, в сумму 3 миллиона населения. 12 место среди регионов России занимает. 4 место по Волжскому. Каждый человек производит, как он участник экосистемного процесса, много-много Д и прочее. И куда оно попадает, потом это все известно. Далее. Плодность населения колоссальная. 59. То есть у нас есть регионы в Западной Сибири. Там 0,2, 0,1. У нас 59. То есть концентрация людей большая. Ну, 10 регион в России. Далее, пожалуйста. Все жители живут в городах. То есть на городскую экосистему огромнейшая нагрузка идет. А еще создается... Вот, Владимир Бочник, здесь есть такая агломерация Самара-Тольятинская. А я говорю, что давайте еще Ульяновск подключим. Наверное, это естественно, это хорошо. Но в этом случае вот эта агломерация, прежде всего, должна позаботиться о том, чтобы она писалась, что я с вами представляю, в окружающей среде. Дальше. Это все Самарская область. Сельхозугодие. То есть я не знаю, где нашим растениям, животным, охранениям и территориям существовать, когда 70% распахано. Представляет башни. Из них, значит, залежи немножечко, многолетние насаждения, небольшая доля, сенокосы и пастбище. Это все антропогенно преобразованные территории. Это не ративные, не природные комплексы. И они не входят в вот этот замечательный устойчивый цикл природный. Они требуют постоянного контроля и внимания. Далее. Мы всегда говорим, что самарская, то есть леса спасает Самарскую область. Но мы теряем лесистую Самарскую область. И с года в год это незаметно. Вот сейчас она 12%, 12,7%. А скажем, в 50-е годы она была 18%, А до революции она была 20%. Не буду говорить, что такое лес. Но тенденции понятны. И еще, пожалуйста, назад. Еще, значит, один из важнейших фактов о том, что в любом случае должна быть территория, которая является условным новым ковчегом, которая не трогает. Мы их называем особо охраняемой территорией. Если скажем, в Финляндии их 40%, и какие-то еще есть данные по Западной Европе, у нас их 5,5%. Но мы гордимся, что два национальных парка, один заповедник, один средневолгский биосферный резервант. Все эти слова очень красивые, звучат мощно. 214 памятников природы. Но в Толиате мы пытались создать памятники природы регионального значения, но давали по рукам Александра. И, значит, все эти данные я брал из экологического паспорта Самарской области. И вот там вот несколько заключений. Дальше можно пропустить. Это на презентации будет, кому интересно. То есть само Министерство природных ресурсов констатирует, что по многим вопросам мы должны выглядеть лучше. Это тоже можно пропустить. Так что же делать? Еще пропускаем. Так что же делать? По нашему представлению дальше, что мы формулируем понятие природное наследие России. Потому что если мы сейчас все это теряем, ну хотя бы мы узнаем, что мы теряем. В случае каких-то, опять-таки, фантазии, реконструкции, каких-то восстановлений, природа невозможна реставрировать. Это не картина. Хотя мы должны знать о редких растениях, о редких сообществах, о редких гидробиоцинозах. Нам крайне необходима книга, охраняемая почва, книга, охраняемая ландшафтная опыта, природный комплекс. То есть вот это мы называем природой на свете России. Ну, знать, что потерять, от чего плакать. Уже много потеряли. И вот такие работы мы проводим. Но дальше, это уже норм. Вот как я представляю, три основных момента. Вот мне сказали, вот золотая рыбка, вот выполнит, я выполнил твои три желания. Вот первое желание. То есть без изучения закономерности функционирования наших эгосистем, мы слепы и мы не нужны никому. Сразу институт нужно закрывать и все, Академию наук. Не может она без этого. Не может. Второе. Повышать уровень знаний, экологическую компетентность руководителей всех звеньев. Я иногда этим удаюсь, когда наш премьер-министр говорит слова, явно сказанные советникам по экологии. И не вина этого премьер-министра, такой консультант. А похоже, консультанта по экологии в Самарской области никогда и не было, например. И очень много интересных высказываний. И даже в этой же программе мы нашли сколько советников нестыковочек. Это вот экологический всеобуч. Ну и третий момент. Когда, вот лесной кодекс, вот ярчайшие представители лесной кодекса, вот как-то мы стараемся лес сохранять в результате кодекса, мы не получаем. Потому что все законы, в которых рассматривается земля, вода, они составлются для человека, для блага человека. И места природы там нет. Поэтому любой закон должен быть для человека и природы, как неразрывная связь. Вот этих элементов, ну, нет. Я больше не буду говорить на эту сему. Спасибо, что с нами посылало понятно. Спасибо. Вопросы коллеги есть какие? Михаил Ильич, попробуйте что-то против этих двух докладов добавить новое. Новое. А нечего. Нечего. Тогда давайте закончим. Свободим, да? Свободим. В самом деле, с одной стороны, как бы, не о чем сказать, потому что все сказано. С другой стороны, хотел бы, может быть, развить некоторые тезисы, высказанные уже абсолютно справедливо, абсолютно точно, в том числе по поводу принятой программки. Можно следующие? Собственно говоря, мыслью моего выступления было изменить программу, ту, которая принята. На мой взгляд, она достаточно мелкая для такого объекта, как Голга. Если говорить шире, вовский бассейн, о чем вы правильно сказали. Все, что включает эта программа в себя, это 200 крупнейших загрязнителей. Все. На этом, в общем-то, тема этой программы заканчивается. По той простой причине, что министерство не сумело доказать актуальность программы на уровне правительства Российской Федерации. Вы говорили про зеленый рост. В моем докладе это тоже отмечено. Речь идет именно о написании новой приоритетной программы «Большая Волга, зеленый коридор». Зеленый коридор не потому, что сине-зеленые водоросли, но одна из тем, конечно же, а именно внедрение новых экологических стандартов, наилучших доступных технологий для достижения зеленого тренда в развитии экономики именно реки. Давайте следующий, наверное. Основные векторы программы. Это «Большая Волга, чистая вода», то есть комплексный подход к очистке Волги, как один из проектов. Второй – это «Большая Волга, агломеративный коридор», новая региональная политика. Мы говорим о том, что в бассейне «Волги» присутствует 14 агломераций. И крупнейшая из них – это «Московская». Как бы странно это не звучало для непосвященных в эту тему, я сейчас не про присутствующих здесь, но самый крупный загрязнитель «Волги» – это «Москва». Это «Москва» и «Московская агломерация». И самые большие деньги именно и будут выделены на «Мосводоканал». Вот это и есть ключевая проблематика. Почему и обозначены ваши цифры абсолютно верные, что «Большая нагрузка» идет на федеральный бюджет. На бизнес меньше – это, наверное, не в тему того, что ТПП или не ТПП это определяет, а то, что бизнес реально не готов вкладывать деньги, он готов давать некоторые отступные, откупные и так далее, но не менять систему очистки воды. И третий вектор программы – это «Большая Волга» и «Великий Каспий». Это международное сотрудничество, потому что, как вы верно отметили, и Казахстан, и Иран, и Азербайджан являются загрязнителями «Каспия», что опосредованно отражается на Актубинской пойме. Давайте следующий. Мы сейчас говорили о финансировании, но вот есть три механизма, которые мы рассматриваем, и я предлагаю посмотреть. Это текущая деятельность. Это создание фонда, учредителем которого выступает правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, а также выявленные, выделенные, обозначенные эти двести крупнейших загрязнителей, организация проектного офиса, инвестиционная деятельность – это создание на уровне Российской Федерации с участием Банка развития «Корпорации развития Большая Волга», что позволит финансировать текущие проекты или перспективные проекты. И исследовательская деятельность, о чем опять же вы говорили, это создание с участием российской венчурной компании, заинтересованных организаций, венчурного фонда, который мог бы выявлять и финансировать перспективные проекты, которые потом можно было бы тиражировать. Что важно, следующее, можно? Что важно, ничего мы подобного не сделаем, если не будем иметь команды, подготовленные к реализации. Поэтому кадровое обеспечение проекта предлагается осуществлять подготовкой групп прорыва. В общем, опыт такой имеется в Российской Федерации, и лидеры будущего, лидеры России, сейчас конкурс, который проводится в администрации президента, он показывает то, что это реально все можно сделать. Во всех регионах, как вы отметили правильно, 39, хотя у меня слайд будет, там написано 29, где-то опечатку. Сразу оговорюсь. Во всех нужно подготовить команды к реализации проекта. Только тогда коллективно можно будет на каждом участке конкретно, о чем вы тоже говорили, про малые реки, это очень важно, потому что в самом деле нельзя очистить локально наше водохранилище. И строить срагунин в отдельном длятоке? Нет, это нереально. Все равно будет источник загрязнения и, соответственно, если все источники загрязнения не локализовать, не ликвидировать или хотя бы снизить нагрузку, бессмысленная трата денег и времени. Давайте следующий. Еще один. Вот смотрите, охват программы, то есть программа, она глобальная. Это, между прочим, почти 50 миллионов населения. То есть почти больше, чем треть населения страны. Четыре федеральных оборота, 29 субъектов, 39 субъектов федерации, извиняюсь, 14 акломераций, 11 биосферных резерватов и 14 инновационных территориальных кластеров, которые один из них находится в Самарской области. Результаты реализации программы можно на один слайд назад? Прежде всего, это создание новой технологической платформы. То есть нового рынка, нового продукта, нового подхода к реализации всего проекта, который будет, опять же, распространяться на всей территории Волжского бассейна. обеспечения экологической безопасности, снижения экологической нагрузки на урбанизированные территории. Чем уникальна Самарская область? У нас неурбанизированная территория, являющаяся национальным парком, находится вокруг, внутри урбанизированной. То есть Самарско-Тольятинская акломерация, о чем опять же сегодня говорилось. Перспективное строительство моста в районе Климовки приведет к образованию кольца. И основная стратегия Самарской области может заключаться в том, что мы сохраним ту территорию, которая находится внутри. Это будет пилотным проектом на уровне мировом. Это не страновой уровень, это мировой. Мы получим такие компетенции, когда сможем транслировать это на мировом уровне. Все. Спасибо. Уважаемые коллеги, три сообщения. Я понимаю, что тут есть еще что-то поговорить, но времени, к сожалению, не так много. Тем не менее, давайте суждения, вопросы, реплики, но очень коротко, тезисно. Есть у кого что? Да, пожалуйста. Только представляйтесь. Кравцова Марианна Викторовна, Советский Госуниверситет, заведующий кафедрой. У меня, конечно, был докладик, но раз у нас тут диалог и тезис, все-таки хочется сказать, вы сегодня рассмотрели в рамках трех докладов действительно серьезные глобальные проблемы. Но когда вы вначале озвучили, вы говорили, что мы собрались, и все-таки проблема города нас тоже очень волнует. И в рамках своего, например, доклада я рассматривала городские очистные сооружения, и вот очень хорошо, что у нас здесь вот та власть, которая может быть каким-то образом поможет. Проблема в следующем. Можно бесконечно модернизацию проводить очистных сооружений, то ли это на предприятии, то ли вообще в принципе. Но те стоки, которые приходят, их качество, которые приходят на городские очистные сооружения, на самом деле это беда. И без определенного закона, который будет регламентировать предприятие, просто в обязанность не просто использовать наилучше доступные технологии для снижения воздействия, как это у нас в федеральном законе прописано, а именно каким-то образом обяжет предприятие устанавливать локальные системы очистки. Ведь показатели действительно бедственные. Вот мы рассматривали, например, здесь можно много что говорить, но вот по Жигулевску они принимают там различные мероприятия, но то, какие стоки приходят, именно они адресно. Это не говорится, что это кто-то. Там адресно есть предприятия по превышению определенного качества стоков. И они превышают ни в два, ни в три, есть в 70 раз. И это на протяжении многих лет. И невозможно, нет прав у него автограда, кроме там или там предприятия брать штрафы, как сегодня уже говорили, некие локальные отступные, как тут сказали, не более чем. Но системных мероприятий по разработке локальных систем очистки, чтобы их обязательно, ну, здесь уже, ну, все налицо, здесь нельзя скрыть ту информацию, которая существует. У них нет. И второе. У нас действительно есть проблема образования осадков сточных вод в формате илого осадка на городских очистных сооружениях. И, ну, вот, если по нашим данным, только вот Куйбышев Азот, честно говоря, здесь вот флагманом могу ошибаться по предприятиям, но, по крайней мере, исходя из того оборудования, что они имеют, абсолютно все не обезвожены иловый осадок, это 80% влаги после очистных сооружений, отправляют на иловые карты. И вот они обезвоживаются в нашем пространстве, Сергей Владимирович показал, вот можно было там еще иловые карты показать, какая вообще беда на самом деле там происходит. Они обезвоживаются естественным способом, те, которые можем использовать даже как удобрения городских. Мы ничего этого не делаем, отправляем либо несанкционированным по лесочкам, оно имеет место быть и скрывать, тоже уже нельзя, мы все живем в городе Тольятти, либо это идет на полигоны, что тоже определенное варуство, потому что в сущности занимать места каким-то образом можно использовать, а можно использовать действительно и способы в Санкт-Петербурге, в той же Московской области такого не происходит. Во-первых, первое безбоженное, второе либо использует, либо перерабатывает, ну разными способами, например, то есть утилизирует уменьшение количества. Ну вот, тоже эта проблема для города, она очень острая, они переполнены, эти карты, мы живем с этим запахом, с этой гонью, с этим распространением загрязнения почвы, и можно тут, и данные, они в принципе тоже есть, и по количеству образования, и по качеству содержания. Я вот не знаю, я, наверное, в сторону Дмитрий Александрович. Я могу ответить? Я один вопрос. Вон Казаниц, депутат Самаркетерской думы. По поводу контроля за сбросами предприятий централизованной системы канализации. В конце прошлого года Дума государственная приняла изменения в законодательстве, и эти полномочия делегированы на область. То есть, можно уже начать контролировать. Сейчас мы в Думе рассматриваем, чтобы эти полномочия передать на муниципалитеты. И муниципалитеты могут теперь приходить и контролировать предприятия. Мы вам передадим. Перспективно. Мы в течение года передадим, вы сможете уже заходя на предприятия, проводя на них комплексный контроль подходом, выбросом воздуха, также проверить по качеству сброса в централизованную систему. Вопрос в другом, что на сегодняшний момент, это опять вопрос в Госдуме, что штрафов за это, к сожалению, не предусмотрено. Вот второй момент, который мы сейчас пытаемся и на нашем региональном у нас, по-моему, 115 закон, региональный внести, может быть, мы туда внесем эти штрафы. Возможно, к этому моменту у нас водоинфердерированный кодекс в Госдуму внесет. Вы в регионе сами можете? Можем, можем. Мы в этом отношении буквально вчера мы совещание провалили. Я надеюсь, как только мы это введем, и муниципалитет совместно с водоинфердерированием начнет контролировать, наша основная задача, чтобы у каждого предприятия были локальные организованную систему, вода без превышения. Мы не можем всю нагрузку вешать на водоканалы, которые действительно там такой спектр этих загрязнений, которые они физически не смогут очистить, потому что каждое предприятие и фекальную сбрасывает, и ливневую. Давайте понимать, что сегодняшняя проблема это есть. И сбросы, и винить в этом все конечного, кто в конце стоит, кто очищает, нельзя, потому что они заточены совсем под другие нужды. И второй момент, это строились 20-30 лет назад, когда и состав качественной воды был другой, который разбрасывался. Мы тоже это понимаем. И то, что Куевш-Азот сейчас пытается сделать, я надеюсь, запустит систему очистки ливневого канализации уже по современному технологию, я думаю, это большой вклад в развитие, и здесь в отношении мы тоже активно это поддерживаем. Но это касается первой, по Илову-Масаркову там проблемы комплексные, к сожалению, это отдельно решать надо. Спасибо. Есть ли у кого? Да, пожалуйста. Шараев, Лесиская торговая. Я хотел бы обратить в первую очередь Михаила Юрьевича внимание, но в принципе тут многие затрагивали этот вопрос, что априори считается, что технологии, применяемые в водоочистке, в частности, они все затратные, ну или, как тут говорится, еще такие вот откупные. На самом деле, может быть, стоит прописать в программе тезис о том, что есть технологии, которые у нас инвестиционный характер, то есть ты вкладываясь в строительство экологических сооружений, получаешь доход, который компенсирует твои затраты. Я не буду сейчас ничего рекламировать, просто говорю, например, технологии, позволяющие делать замкнутый цикл водопользования. Может быть, стоит вот в этих программах оказать указательный приоритет на технологии, которые вот носят инвестиционные. Ну да, бизнес-схема, да? Пожалуйста. Очень много давно и далеко, давно, долго слежу за работой института экологического бассейна. У меня очень большое опасение по будущему этого института. Я просил бы сейчас Геннадия Симуиловича сказать, какое будущее у института в ближайшие годы, потому что есть информация о том, что институт могут присоединить как филиал к двум разным системам. Институт потеряет свою независимость, а потерять такой самостоятельный научно-исследовательский институт в городе Дальять, я думаю, это будет большая потеря. Вы могли бы как-то прокомментировать эту информацию, потому что есть очень большие опасения. Пожалуйста, закрывайте уши. Выключайте микрофон и камера. Ну, сегодняшняя политика власти по отношению к фундаментальной науке, представителем которой я являюсь, Российская Академия Наук, она всем вам известна. В 2013 году все институты, все научные сотрудники вместе с оборудованием были переданы в ведение ФАНО, Федерального агентства научных организаций, который стал нашим новым учредителем. Все это было сделано под очень благим намерением освободить научных работников от, значит, финансового времени, от всякого бремени, чтобы вообще заниматься наукой только. Ну да, в какой-то степени. Так вот, по-моему, ни одно из тех пожеланий, которые было, но не достигнуто, я считаю, что это было самой крупной ошибкой правительства и Владимира Владимировича лично, потому что его советники стоят во главе этого, Курсенко, Ливанов, Голодец и другие товарищи, которые выступали очень активно на самых ранних этапах. Я считаю, что это разгром фундаментальной академической науки. Ну, один пример. в этом законе разделили всех научных наших, я уже теперь не боюсь слова сказать, коллег, на две категории научные сотрудники и научные работники. А вы сейчас кто? Сотрудники? Научные сотрудники это главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник и младший научный сотрудник. Заведующий лабораторией, который всегда был крупнейшим специалистом и организовывал направление деятельности, говорит, нет, это менеджер. Он должен только обеспечить канцелярскими товарами. И поэтому заведующий лабораторией научный работник и зарплаты, соответствующие в разы, в порядке, стали различаться. Что это? Это значит конфликт внутри институтов сразу создается. Естественно. У меня сразу все захлабы тогда говорят, нам надо переходить в научные сотрудники, и все. Кто будет другой из института? Ребята, вы о чем думали, когда такое придумывали? Покажите хотя бы этого человека. Вы их перечислили? Ведь никто, да, я перечислил туберкуш, который скрывает все это им дело. Ну еще можно добавить туда Мау, из этого государственную вышку Кузьменкова. Эти ребята все известны. Но все покрыто мраком тайны. Это вот первый посыл, что происходит. Дальше сейчас ввели категорийность института. Первая категория, вторая категория, третья категория. Наш институт отнесли к третьей категории. Причем, при том, что отделение академическое, значит, отделение село навел первой категории. Мы единственный институт в академии наук, который сразу с первой перекинули в третью, даже не в вторую, минуя вторую. Как мне было заявлено, за непокорность, за то, что мы отказывались с этого. Я очень громко на совещании у Катюкова заявил, что я со службами науку не обсуждаю. Потому что Катюков, оно было создано для того, чтобы посчитать нашу собственность. Он очень удачно посчитал два сортира у меня на стационаре. А еще корабль. И корабль. Вот. Нет, уже один. Второй уже благополучно это разрезали. Это следующий посыл. Это вот к этому идет. Дальше начинается такая, что давайте всех надо объединять. Надо создавать федеральные исследовательские центры. Задача Фоножа надо уменьшить число бюджетополучателей. Ну что, тысячи организаций. Особенно, когда слили еще и медицинскую и всехсоединительную академию. Это стало действительно очень огромным. Надо уменьшить число бюджетополучателей. Как? Надо создать федеральные исследовательские центры. В Уфе создается в федеральные исследовательские центры подоходят биологи, химики, археологи, там, ну, в общем, все, что у них было, филологи. Вот это вот исследовательские центры и говорят, давайте программу придумайте общую для всех. Я понимаю, что наука не разделена на факультет и подобное, на университет. Но все-таки экология всегда была комплексной наукой. И когда нам говорят о том, что необходимо ввести комплексные исследования, я посмеиваюсь, потому что ясно, что мы занимаемся комплексом. Вы видели в наших докладах и слышали об этом. Это четвертый посыл. Ну, и вот таких вот много, и поэтому, конечно, перспектива самая печальная. Сейчас идет разговор о том, чтобы, значит, создается федеральный исследовательский центр Самарский, где, значит, объединяются институты, два сельскохозяйственных института, это генетических института, это Безинчук и Кинель. Да. И, значит, соответственно, сам Самарский научный центр, где у нас присутствовал председатель его и, значит, научный руководитель, академик гречников Федор Васильевич, который сам сказал, что наш научный центр будет два с половиной научных сотрудников вообще-то. Он же создавался для других целей, он не наука, он научный организационный, но ему тоже научные задания дали, программу, работайте, ребята. И, значит, там, по-моему, институт проблем управления сложными системами остался, его он пытался присоединиться к московскому институту, Сохер получен хитро свалил под Ковальчука, вот еще одна фамилия, которую надо в тот список добавить, целый список. Это вот такой, и, значит, вот наш институт, мы долго сопротивлялись, но вот теперь уже, когда нам руки выломали, фактически, то мы стоим на пути того, что нам надо действительно принимать какое-то решение, и, скорее всего, наверное, это будет решение, что надо сливаться с Самарой, потому что те варианты, которые мы там продумывали, с Москвой там объединиться, или там с парком с тем же, значит, это все прочее, это все очень такие неконструктивные варианты, но это длинный разговор, это действительно, для института стать объединиться или остаться независимым? Нет, ну тут вариант такой, что, понимаете, если объединимся, то, может быть, выживем, а если не объединимся, то точно не выживем. Спасибо. Есть ли у кого-то еще реплики, замечания? Пожалуйста. Профессор Андрей Васильев в СанГТУ. Геннадий Смолевич, ну, во-первых, полностью вас поддерживаю во всех ваших, и сам тоже много пережил, перенес. Вы говорите о фундаментальной, а еще и вузовская наука. Тут и за примером ходить далеко не надо. Но здесь я хотел бы поговорить вот все-таки о проблеме мониторинга, вот, мониторинга Волжского бассейна, потому что мониторинг очень важно для всего остального. Если ты достоверно не знаешь, что там, да, какие загрязнения, то как какие-то вообще программы, меры вырабатывать. А вот с мониторингом это беда прямо, потому что вот единственное судно, да, ну, что это такое? То есть, надо какую-то комплексную программу мониторинга, я предлагаю, так, вот, причем предприятия еще следят, в конце концов, у них там есть КПК и все такое, что экологи обязаны делать. А ливневка, да, вот, сколько говорят о ливневке, а по сути дела только разговорами оканчиваются, какие истоки идут в Волгу, и вот, по сути дела это, ну, неконтролируемо совершенно, вот, поэтому, если рассуждать о каком-то сохранении, вот, да, частоты Волги, надо обеспечить достоверную систему мониторинга и гласную, гласную, когда в десятом году вот эта жуткая засуха, да, и марганец был превышен в десятки раз по ДК, автозаводской район пил отравленную воду в течение недели, это что такое? Вот поэтому, потому что он с Волги берет, да, вот, забор еще добавил. Вот, система мониторинга это то, что насущно, это просто то, что сейчас... Спасибо. Есть ли у кого-то еще всякие жустики рассказать? Нет, не жустики, знаете, просто, просто что-то так от сердца. Просто я попал в ту среду, о которой я, заканчивая кафедру гидрологии и суши Московского университета в свое время, мечтал, закончил аспирантуру и думал, вот бы работать в Институте водных проблем Академии наук или в таком, как в вашей институте, ну, просто мечта. У меня до сих пор она продолжает в душе жить, потому что вы мне настолько близки, коллеги, всеми вашими экосистемными местами занимаетесь. Вы представьте сначала, что там. А, ну, Виталий Дмитров, Тольятти Азот, замдиректора по экологической безопасности и охране труда. Вот, поэтому, во-первых, спасибо за ваши доклады, за то, что вы болеете за Россию, за Волгу, за то, что вы, то, о чем вы сказали про один из просветительских принципов, вот это все и сейчас делаете. И не только сейчас, но и в ваших замечательных книгах, потому что то, что я видел у профессора Саксонова и так далее, ну, это просто кладезь. Я их читаю, как любовные романы. Вот эти книги, которые, типа, ОДУМа, сборники законов, которые существуют в экологии и так далее, вы их всех, коллеги, замечательно обобщили. Так что, спасибо. И что, я теперь работаю в практике. Вот, конечно, хотел бы, чтобы еще более креп союз, уж в такой ситуации, науки и, ну, практической, можно сказать, науки об очистке вод, об экосистемном использовании. Мы во всех, как предприятия, во всех действиях, которые связаны и с поддержкой САМАИСКОЙ ЛУКИ непосредственно занимаемся, но очень правильно сказал руководитель института, что каждый должен заниматься своим делом. Конечно же, наша задача не только выпустить аммиак, карбамид, его производственные, но и все то, что остается производство. Мы, владельцы выпуска, к нам поступают воды субабонентов, о которых вы говорили, и вот, уважаемый депутат Денис Иосифович сказал, что как важно, чтобы у каждого были локальничные сооружения, ведь далеко не у всех они есть, и нам приходится на конце думать, какие пафф, какие вещества для того, чтобы нейтрализовать воздействие всего того, неконтролируемого, что идет с бассейна. Стараемся, коллеги. Очистные сооружения, конечно, будем наши модернизировать, потому что мы принимаем стоки Комсомольского района, вот, много хорошего делаем, и сейчас вот большая программа по модернизации очистных сооружений, вы, наверное, о ней знаете, в результате, конечно, есть голубая мечта, чтобы мы забирали столько в два раза меньше, со счет водооборотки, это будет очень дорого, потому что и осмос будет, и так далее, но такие мысли есть, то есть, все то, коллеги, о чем вы говорили, стараемся по возможности воплотить. Еще знаете, что для себя сегодня прозвучали такие услождающие мне, как экосистемные услуги у ваших коллег и так далее, вот, сейчас осуществляем разработку проекта карбамида-3 по западным стандартам. Хотим, не хотим, и мы приобщаемся, потому что в стандартах есть экосистемные услуги, это, так сказать, одно из требований, вот, будем учитывать. Коллеги, и знаете, что мы еще отметили, что мы должны все сделать, все, что можно локализовать на водосборах малых рек, но, может быть, мы не упомянули напрямую все то, что накопилось в ложах водохранилищ перед плотинами внизу, бог его знает, какая там токсичность этих осадков, накоплений, вот, кроме того, что на водосборе все сделаем, чтобы все было лучше, конечно, с нашими водными массами, надо еще и с донными отложениями соответствующую работу сделать. ну, ладно, я не один, спасибо вам огромное, спасибо за вашу разведительскую работу, маленькую реплику. Коллеги, вообще-то, честно говоря, я хотел бы услышать здесь, сегодня, в обсуждении, ведь, вот, в программе оздоровления Волги, которая, значит, новая, там есть региональные блоки, вот, как наш регион, насколько я знаю, уже даже отчитался, по-моему, что уже что-то сделали, чем-то там, как всегда, старый багаж какой-то есть, ну, это неплохо, я не говорю, что мы тоже иной раз, заявляя грант какой-то, имеем некий багаж, уже знаем, что полгода мы можем честно отчитаться, потом будем зарабатывать, ну, это нормальная ситуация, поэтому, мне было бы очень интересно услышать, как в Самарской области видят реализацию этой программы оздоровления Волги, потому что Самарской области там, это же серьезный субъект, потому что он действительно на Волге лежит, он среди тех, там, 20-18 территорий он сто процентов находится, ключевой, ключевой. Коллеги, я думаю, к сожалению, регламент уходит, как позиционировать то, что мы здесь обсуждаем, чтобы это было практично, осмысленно, сказать сложно, но замысел всех этих мероприятий по-моему лежит следующее, как придать актуальным и важным проблемам разрозненному опыту специалистов, ученых, практиков, образователей, публичный интерес, что это не каждый умирает в одиночку, переходя из одной категории в другую, а должна быть на наш взгляд создана такая группа из представителей, которые сегодня обозначены, в практике еще раз говорю, образователи, ученые, общественные, заинтересованные лица, которые бы оформили это как публичный городской интерес. И не институт бился у высоких чиновников, защищая свои программы, а именно представительство. Тем более у нас ведь классная ситуация. Сейчас у нас будет заключительное заседание в ТГО, где будет, на мой взгляд, я не знаю, придут или нет, команда, которая будет разрабатывать стратегию города Тольятти, представители Орлахейса. Я думаю, что все эти наработки, которые мы здесь обсудили, зафиксировали, должны быть, если хотите, некоторый наказ, посыл, чтобы эти актуальные точки, за что отвечает город Тольятти, там было отмечено, чтобы это не просто была написанная бумага безответственная, а чтобы мы уже в силу пройденных тем, и даже сегодняшней, могли обозначить этот посыл, это назначение. Более того, я бы сказал, может быть, слушая сегодня тему, вдруг для меня все это как-то стало явственно, я в этом году, во-первых, я акполангист, и ныряю на дно, и что на дне лежит, я могу рассказать. Когда погружаешься в этот ил, и когда мертвая пустыня, я не знаю, где был на Луне, но вот, поверьте, я вот изучаю старый Ставроп, и там уже много лет ныряю, могильником я даже это назвать не хочу, я могу поделиться по секрету, хотя я ничего в этом не понимаю. Илла достаточно, рыбок нет. И второй момент катастрофы, которые я в этом году увидел, я не хотел по жалку говорить, но вот хотел сказать, мне повезло в этом году, я сходил до Свиярска обратно на очень таком парусном судне легком, шел вдоль берега, я такого не видел. Весь берег от Сазани до Атольятти съехал. Вот все, я такого не видел. Вот понимаете, все берега с вершины этих наших полков съехали вниз, мы не могли пристать к берегу, я такого никогда не видел. То ли это большая вода была, то ли это что такое произошло, это катастрофа. Я все думал, кто за это отвечает, кто вот это наконец-то повезло. То есть есть на кого валить? Есть. На кого не волк, вы знаете? Ребята, а валить, он все равно третий. Ребята, это действительно, и вот смотрите, чтобы это не было катастрофой, то воду в маг не пьем или не пьем, должно быть, смотрите, ведь это выразено публичное. Что такое публичный интерес? Это когда очень сложные цифры, графики и зависимости, это когда какие-то ПДК непонятные фразы и так далее приобретают значение для нашего города, для населения и оформлено в виде наказа, требований. И когда оформляется очередная института или программа, она должна учитывать этот публичный интерес. мы ведь не самая слабая часть населения нашей агломерации. Поэтому этот публичный интерес требует, если хотите, поиска тех форм и подачи, которые должны быть услышаны теми, кто разрабатывает программы, пишет какие-то проекты, формирует бюджеты. То есть как этот голос, который сегодня позвучал отдельными специалистами, оформить в виде такого текста. Вот как бы мое озабоченство, вот я вижу смысл этих чтений. Более того, возвращаясь к исходному замыслу, что это не только вот одна тема, она должна быть вынесена в пространство других актуальных тем города Тольятти, которые мы перечисляли. А имея такой институт, это может стать, если хотите, бриллиантов в короде города Тольятти, который собирает здесь не только наши проблемы, а проблематику всех, то есть Казани и так далее. Кстати, мне вот сегодня вечером с Казани, ребята, я не с Казани, а да, с Казани, с Казахстаном, поскольку, они по Каспию говорят, по Каспию говорят, мы слышим, у вас там есть публичное чтение, вы сегодня будете, они программу смотрели, а можете ли такие же чтения провести, у нас чтение, диалоги. То есть уже интерес появился, теперь тоже, чтобы действительно не угасла эта волна, я бы предлагал подумать и объединиться в такой группе, которая успеет с одной стороны разработчикам стратегии, дать этот посыл, в их словах, в их терминологии, чтобы это было, а с другой, чтобы эта группа постоянно работала и генерила технические задания для разработчиков программ, проектов, все, что касается обсуждаемой сегодня темы. коллеги, я бы просто хотел поблагодарить, если еще есть вопросы, пожалуйста. Я буквально, одно слово, ну как хозяин, открылся, как бы это, коллеги, вот понимаете, я вот сейчас послушал нашего модератора и почувствовал себя Жорденом, который всегда говорил прозой, как выяснилось. Вот вы говорите сейчас про донное отложение, вот позвольте, вон там крайняя книжечка лежит, Нелюдкин попросил, вот пожалуйста, донное отложение и их роль в экосистеме Куйбышевского водохранилища. Людмила Александрова Христюк, журья Ленина Варламова. Наш результат. Вот там у меня на стойке стоит книга о переработке берегов, где наш институт делал, кстати, эту работу и рассматривал эти вопросы. Ясно, что переработка берегов это космически стопроцентно связано, потому что оттуда все видно, потому что, когда мы занимались, мы еще застали того, кто разрабатывал проект строительства ГЭС и давал прогноз по переработке берегов. Ему было уже 90 с лишним лет, у него были все документы, и мы смогли ими воспользоваться и посмотреть, как изменилось. Сейчас его, естественно, нет. Но зато есть следующая точка, наша уже снятая, если она будет снята из космоса, то будет вот такая работа. То есть, многое из того, что здесь говорится, в институте наработано. Но, поймите, коллеги, я не зря говорил, что каждый должен заниматься своим делом. Ведь наша наука вот фундаментально еще закачалась. Почему? Потому что вы прекрасно знаете, что такое от науки до производства. Наука единичка вложений. Дальше шли научно-исследовательские институты, НИР, которые делали внедрение, это десятка вложений. И дальше шло производство, которое то, что сделала наука, смогло в железке реализовать НИИ, наконец, выходило на производство. Это сотня. Когда кончали средний блок, осталось фундаментальной наукой производства, то науку стали говорить, а вы чего не внедряете ничего? Да не люблю я это дело, не занимаюсь я этим, я поэтому в фундаментальной науке сижу. Это специальные люди, это специальный образ мышления должен быть. И когда вот это все кончили, более того, это специальные деньги, вы хотя бы дайте эти 10 той же фундаментальной науке и требуете тогда с нее, а вы забрав 10, забрав людей специальных, разогнав их, которые этим занимались, говорите, а вы чего не делаете ничего? Куда наша наука смотрит? Я не прав? К сожалению, правы. Так вот, и с популяризацией то же самое. Понимаете, должен быть блок, который бы, вот, я говорю, вся работа, наука есть, пожалуйста, вот, берете, и здесь дальше оттуда будут все, что вы ныряете, все вещи, все графики, все, ну, их можно перестать даже более, конечно, да, для этого надо, значит, подключаться и делать, тогда будет, ну, там, допустим, один-два из нас кто-то может, так сказать, популяризировать, ну, Геннадий самый лучший языкатый, он, кстати, может трепаться долго, кто-то другой не может этого сделать. И требовать от всей науки нашей вот такие вещи, это бессмысленно. То же самое, я говорю, вот, один-десять-сто, это прекрасный пример того, что произошло с нашей наукой. Коллеги, я тоже благодарю вас за активное участие, мне было интересно. Спасибо. Мы все-таки надо поздравить. У нас, конечно, сочетатель всего этого торгово-промышленного палата, я хочу представить, я сказал, что когда мы начинали мероприятие, за весь этот базар ответит он. Вот ответственность за это скажет. Серьезная тема и без того серьезно еще и модератор подключился в угол, по-моему, больше всех. Извините. Я в качестве смайлика такого, да, завершаю последнюю, кстати говоря, в этой неделе дискуссию только на пятый день. Насколько мы ходим от площадки к площадке, единственное, первая была на площадке ТПП, потом мы были в администрации мэрии, потом мы были в университете, вчера мы были в Жигдалине, сегодня нас принял институт экологии, только сейчас до нас дошло, что тех, кто нас принимает, надо хоть как-то благодарить за то, что они находят эту возможность. У нас нет статуэта, к сожалению, по этому случаю, но мы вот быстро придумали, благодарствовали, письмо, целью говорят. Спасибо, что... Спасибо. Аплодисменты, что мы начали на заключительном пленарном заседании, а потом лекция в три часа Наталья Васильевна Зубаренко. Уважаемые коллеги, и последняя ремарка, мы накануне Дня Российской науки, который вмечается в нашей России, с петровских времен, именно 8 февраля, чуть-чуть осталось. Я впервые услышал в последнее время, что мы не одни. Я видел ваши глаза, ваши эмоции, я видел ваше соучастие в наших проблемах, и это здорово. С Днем Российской науки! Спасибо.